так еще раз всем привет понедельник по традиции делаем обзор на кроссы начинаем евро против фунт так что мы здесь видим здесь мы видим спорное закрытие но будем подразумевать что это закрытие все-таки произошло не выше чем зона 1 2 поэтому точно так же как и в предыдущих прогнозах пытаемся эту пару продавать самым оптимальным вариантом является если мы все-таки вот здесь именно на зоне 1 2 нарисуем любую разворотную модель с вариант номер один мы все-таки сходим поглубже вниз обновляем максимум и и рисуем вот такой паттерн целями является тест верхней границы золотой недельной контрольной зоны 0 86 600 но также здесь принципе можем поработать там по паттерну 123 я его не очень люблю особенно в случае с кроссами и вообще по кроссам запоминайте работать лучше со вторника по четверг в понедельник и пятницу вообще не лезть да это статистика по ним и так-то не очень хорошая а вот по этим дням она просто ужасно и потому что именно в эти дни происходит у нас чаще всего развороты и недоходы до целей поэтому внимательно сегодня относимся ко всем кроссам до ищем только четкого подтверждения входа и хороших паттернов и так евро фунт ищем точку входа вниз евро иена здесь мы смены тенденции у нас не было да по идее отсюда мы пытались я так понимаю купить и скорее всего у нас вот здесь была точка входа на покупку с этим тейком с этим стопом скорее всего эта сделка закончилась стопом но ситуация не поменялась также обязаны продолжать искать только точки входа на покупку я бы вот такую модель в данном месте мог рассматривать на покупку но я не буду так работать по той самой причине обратите внимание мы почти две недели находимся в таком диапазоне понятно что это может быть ложный выход за этот диапазон да а может быть и истины это уже гадание получается чтобы не гадать я рекомендую этот инструмент однозначно сегодня пропустить и ждать более явной ситуации либо закрепа ниже зоны 1 2 либо уход на обновление максимумов тогда мы будем строить новую область самых выгодных цен на покупку и будем покупать к нашим целям на сегодня пропускаем евро против канадского доллара так пятница у нас вот было да здесь принципе на четвертинки никакого паттерна не было до половинки не дошли но что будет сам красивым является вот эти максимумы взять за км тест 1 2 перебитие максимумов на откате покупаем эту пару целями среднесрочными является 154 78 внутридневными целями является обновление максимумов о 25 января этот кросс смотрим на покупку фунт против иены смена тенденции да и если говорить по полным таким зональным циклом то у нас наверх мы отработали вот так получается два цикла до вниз здесь мы не дошли до недельки вероятность того что здесь не дойдем тоже большая то есть эта работа как бы в контр тренд к тому что мы видим реально на графике статистика нам тем не менее не позволяет сейчас покупать эту пару поэтому мы будем потихонечку и и продавать небольшими объемами от четвертинки и от половинки целями внутри дневными является обновление уже сегодняшних минимумов среднесрочными тест верхней границы недельной контрольной зоны голубого цвета 152 21 четвертинка у нас котировка 154 37 здесь ищем разворотную модель половинка 155 293 точно также здесь ищем разворотную модель плюсом является то что глобально мы здесь нарисовали обратите внимание ложный пробой вот такого формата в рамках которого у нас нарисовалась даже вот такой ложный пробой меньшего формата и даже еще меньше ложный пробой да с тем же выходом то есть аж три ложных пробоя по сути ложный пробой этого максимума этого максимума и этого максимума и все это в рамках нужного нам нужной тенденции как бы да ну то есть когда-то коррекция должна все-таки быть но не нужного места потому что все-таки этот тренд до такой достаточно серьезные две недели для кроссов не сказать что глобально но и если постарше перейти все-таки это идет такой восходящий тренд поэтому в этом месте такие модельки желательно сильно на них не реагировать но а это в помощь нам для того чтобы сейчас внутри дня и краткосрочно поработать именно на продажу этого кросса далее канаде съемок здесь у нас выход произошел за весь вот этот диапазон на торговке более того вот эти новостные выхлопы которые у нас были мы также пробили эти выхлопы опять же сказать ложное это или истинное пробитие сейчас мы не можем поэтому я бы рекомендовал все-таки в большей степени работать именно по нашей обычной тенденции то есть чисто от зон более того мы уже протестировали эту зону но лучше здесь всего поискать более явный паттерн разворота и поработать вниз целями также является у нас тест верхней границы недельные контрольные зоны серого цвета 87086 вот эти максимум желательно не обновлять да то есть именно на четвертинки здесь от половинки пока не работаем audi против канадца точно также произошла смена тенденции вот что я говорю в пятницу любит и понедельник любит туда-сюда тенденцию поменять то есть запросто сегодня могут быть по многим кроссом опять же смены очень внимательно сегодня относитесь кросса но по факту что у нас импульс коррекция импульс от отката опять же пытаемся работать вверх в рамках возможно вот такого долгосрочного большого импульса откат четвертинку уже протестировали 099 775 половинка 099 439 на эти котировки запоминаем от них будем покупать целями ближайшими среднесрочными является чуть выше паритета 10044 внутри дневные цели это обновление максимум в пятницу варианты работы давайте дождемся обновления еще раз сегодняшних минимумов и на таком паттерн не постараемся заскочить сделку вариант номер два от зоны 1 2 все то же самое делаем опять же делаем пока на покупку но осторожно понедельник опасно audi против иены у нас также произошла смена тенденция закрытия ниже следовательно отсюда мы должны пытаться работать на продажу паттерн даже был какой-то можно было по нему зайти но вот этим новостным выхлопом однозначно выбило бы по стопу что делаем сейчас но единственный вариант который я вижу это от зона 1 2 с коротким стопом попытаться зайти вот как к такой большой максимальной прибыль зона 1 2 у нас 88 71 внутри дневные цели это обновление минимумов от 25 января 87 69 и среднесрочной цели 87 013 обращаем внимание и вот на такие уровни до за которыми я думаю сосредоточено большое количество стопов но и защищать защищаться эти уровни должны в большей степени поэтому если цена куда-то вот сюда приходит и начинает рисовать какие-то непонятки не нужно жадничать не нужно ждать вот этого дальнего тейка закрывать все все но план от 1 2 audi против новозела ситуация у нас ланговая до достигли цели то есть у нас какие идеи были в пятницу как бы постараться выкупить смог или не смог кто-то купить я не знаю я по кроссам не работаю но здесь сегодня от сегодняшнего максимума у нас четвертинка 1 10 15 и половинка 1 0 9 78 мне нравится в большей степени доход до половинки почему ну такая неплохая проторговка обращаем внимание что мы уже вот несколько раз отсюда как бы отбивали сейчас выскочили наверх поэтому здесь есть объемчики здесь есть интерес мы понимаем что именно кто-то вот в этих диапазонах замечательно сидит поэтому от 1 2 как раз таки от этого диапазона неплохо смотрится поработать на покупку при наличии желательно разворотного паттерна котировки четвертинки половинки сказал не сказал не помню давайте 1 10 14 1 0 9 77 и цели 1 10 73 внутридневная цель обновления сегодняшних максимумов после отката евро против ауди я бы не рекомендовал общались в этот кросс у нас опять же идут расколбасы по смене тенденции опять не сменили тенденцию сменили вроде на нисходящую но вся эта нисходящая тенденция в рамках вот такой восходящий идет из технической точки зрения вот это восходящая тенденция пока вообще не сломан поэтому не нужно в нее залазить лучше этот кросс на сегодня наверное пропустить будем ждать более явного развития ситуации доллар против шведской кроны все что говорю в пятницу остается ничего не поменялось непонятно здесь зоны туда-сюда перекинут и то здесь мы закрываемся то здесь поэтому опять же пока мы не выйдем за вот этот диапазон можно его так обозначить и не будет у нас явного закрытия за этим диапазоном в эту пару лучше не лезть то есть вот здесь мы ждали того же самого выход можно было продавать к целям и здесь будет выход будем продавать к целям не будет выхода не нужно этого делать не нужно ничего гадать евро против швейцарского франка тенденция у нас идет шартовая с какого числа получается с 25 на откате в область самых выгодных цен на продажу имеем право работать к нашим целям внизу 115 387 внутри дневные цели обновления минимумов 115 88 четвертинка у нас 116 358 половинка 116 847 в принципе вот они обе идеи нарисована желательно в этих местах найти любую разворотную модель швейцарец против иены так здесь не успел убрать тенденция у нас ланговая на это тоже убираем строим область самых выгодных цен на покупку четверть мы не протестировали к половинке даже не идем и не смотрим к тому же здесь там у нас работаем она кстати здесь работаем поэтому поэтому кроссу чисто по четвертинкам и половинкам поэтому уже можно пытаться что-то купить но для подтверждения дожидаемся обновления вот этих минимумов перебить и на откате идем вверх вот такой сценарий поэтому кроссу цели обновления максимумов от 25 числа 117 ровно и вот такая вот золотая но это не недельная контрольная зона вы должны понимать логически что это как бы зона 075 зона у нас усреднителей игроков с плечом один к двум поэтому 117 763 это внутри дневные цели закроемся ниже четверти будем завтра работать к половинке фунт против швейцарского франка идея не реализовалась пытались отсюда закупить этот инструмент что тут у нас долгосрочно до покупки долгосрочно но среднесрочно у нас идут сейчас мысли на продажу и целями этих продаж является зона 1 31 552 верхняя граница недельной контрольной зоны понятно что можем из текущих обвалиться но нам желательно дождаться откат в область самых выгодных цен на продажу четвертинка 132 673 половинка 133 495 вот на эти максимум обращаем внимание да не чуть выше может быть прям кольнуть половинку и пойти вниз то есть варианта у нас два оба на продажу один от половинки 2 от четвертинки обязательно с поиском разворотной модели потому что против основной долгосрочной тенденции идем сейчас доллар против норвежской кроны ситуация аналогично доллару против шведской кроны не лезем пока либо не выйдем за вот этот максимум либо не выйдем за вот этот минимум и четко явно не закрепимся дальше смотрим bitcoin так что у нас отсюда мы рекомендовали покупать без закрепа до недельки четкая неделька дала реакцию новый хай можем поставить себе новые цели опять же по биткоину пока это все дело смотрится полон голому целями является 12763 откуда 10 1970 неплохое место в котором мы имеем полное право искать точки входа на покупку отсюда работаем на обновление максимумов и к нашим среднесрочным целям будет закреп ниже недельной контрольной зоны то есть ниже чем 10874 будем разворачиваться и продавать этот инструмент ну и последняя индекс индекс ничего не поменялось чтобы что-то поменялось нам нужно дождаться закрепа выше вот этой вот котировки 90 925 ну так минимум если мы закрепимся уже можем думать о том что вот это все пойдет у нас вверх но лучше всего дождаться все таки вот такой модели вообще обновление вот этих максимум будет не будет это все это все гадание но продавать глупо мы на самых лаях покупать рано потому что нету ничего объективного чтобы нам показала то что пора покупать поэтому смотрите сами поэтому инструменту по кросса в принципе все спасибо за просмотр и жду ваших вопросов комментариях от вас лайки дизлайки будут лучшим пониманием того следует ли мне делать дальше кроссы или не следует делать все-таки вывести из оборота все всем удачи всем пока пока